Вадим Денисенко, советник министра внутренних дел с нами на прямой связи. Вадим, здравствуйте. Здравствуйте. Вадим, ну вот давайте начнем с этой последней фразы. Если бы была детонация, как бы выглядел этот пожар? Ну, во-первых, если бы это была детонация, тем более это был склад с боеприпасами, я думаю, что мы бы слышали множественные взрывы, мы бы слышали, разлет снарядов был явно бы не... В некоторых случаях это бывает до нескольких километров даже. Если это не очень серьезные боеприпасы, ну хорошо, это было бы несколько сотен метров. В любом случае тогда пришлось бы эвакуировать все блистайшие территории и так дальше, и так дальше. Но это полнейшая чушь, это полнейшее вранье. Есть даже, вот сейчас уже появилось видео с чеками людей, которые были в этот день в торговом центре, которые говорят, вот у нас есть чек, что мы в этот день покупали что-то в Амстуре. Ну, я даже не знаю, зачем оправдал, что-то доказывать. Это не просто ложь, это полнейшая чушь, которую нес Лавров сегодня. Для того, чтобы как-то выградить своего шефа и выградить Российскую Федерацию. Хотя мы все прекрасно понимаем, что это был удар именно в торговый центр, никакого оружия там не было. Завод, о котором они говорят, он давно не работает. И если это высокоточное оружие, оно не может ошибаться, делать настолько большое отклонение, как это сделано было ракетой Российской Федерации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова